Я предлагаю такой вариант, вот у нас когда будет формат именно видеоинтервью, да, мы будем с гостем, у нас будет больше времени, вот такая рубрика стрельба или 150 штрафных. Я тебе задаю 5 вопросов, 5 вопросов, как 5 выстрелов. Попал, ну, поехал дальше по дистанции, если нет, то пошел на, ну, на условных 150 штрафных метров. Я тебе даю, так, не посматривая бумажку, достать телефон времени не будет, я тебе задаю 5 вопросов, на каждый вопрос есть 2 варианта ответа, ты выбираешь где. Первый стрельба. Да, они все как бы, ну, не то что от балды, да, ну, ну, может где-то и так. Но все связаны с биатлоном в любом случае. Первый выстрел, Лешка. Шестой этап, 11 числа, 11 января, шестой этап Кубка мира, состоится в Руппольдинге или Антхольца? Упольдинг. Есть, попал. Слишком, слишком легкие эти вопросы. Я почему-то думал, что там где-то шестой, седьмой, там потеряешься. Нет, я не буду теряться, потому что первые этапы в январе... Я думаю, может, первых три помнит там, а дальше не помнит. Нет, нет, в январе я знаю, что первые этапы это начинается с Оберхов, а потом Руппольдинг. Вот, Оберхов 3 выходит, число начинается, а Руппольдинг как раз там. Оберхов после застольной как раз, а потом уже народ раскачивается до Руппольдинга, да, я не доработал. Так, первый попал. Второй. В прошлом сезоне Фуркад в Эстерсунде выиграл спринт или спринт и пасют в гонку преследования? Так, все, можно подумать дальше. Да, я тебе секунду. Как стрельба, 25-30 секунд у тебя есть. Так, выиграл спринт или пасют в гонку? Да, нет, спринт или спринт плюс пасют. То есть, пасют в эстерсунде он стартовал первым, он выиграл его или нет? Ага. Сейчас, на 100% не могу сказать, что... 5 секунд, Саша. Он выиграл там спринт, я думаю, а в пасюте... Пасют он не выиграл. Саша, я тебя отправляю на первых 150 штрафных, потому что он тогда выиграл и спринт, и пасют. Если не веришь, зайдешь в протокол, посмотришь. Не, я не верю вам. Так вот сейчас не могу это вспомнить. 150 штрафных, Александр Жирный идет на первый круг. Третий выстрел. Опять-таки, вот да, то, что говорил там, от балды. Проверим, как ты хорошо знаешь, своих коллег по команде, Дима Педручный. Первый старт на Кубке мира у него был 13 декабря 2012 года. Я думаю, что он от этих цифр сам не помнит, но мне главное тебя запутать. Он тогда не попал в очковую зону, он был 98-м или 89-м. 89-м. 98-м, Саш, ты уже, ты практически застрелился с трех, я тебя уже отправил на два круга. Я не думал, что там будет так далеко. 98-м, вот значит, я этот вопрос я хорошо проработал, запутал тебя. Но я же еще раз говорю, я не уверен, что Дима бы, наверное, сам ответил бы на этот вопрос. Я думаю, что... Давно, это, хотя первое, да, за счет того, что первое, может быть, да. Четвертый. Два года назад на страницах плейбой появилась Мириан Гёснер. Знаешь, что я прекрасно, кто ее не знает. Там же появлялась и Доротея Вира, да, еще одна красавица мирового биатлона. Кто из них снялся в обнаженном виде, Вира или Гёснер? Следил. Нет, знаю. Следую, знаешь. Эти новости и фотографии были... Обсудили, 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 я думаю, что в каждой команде мужской обсудили, наверное, на этой фотографии. Ну, так, немного. Саша, попал, да. Вот здесь скорострельность, когда такие вопросы скорострельны, совсем другая, хорошая. Саша, пятый вопрос. У тебя с 4-х, 2-х, ты зашел уже на два круга. Как Дурдали называют свою жену? Новую жену ее знаешь, да, Дашенька или Дашуля? Он вот буквально пару дней назад в пост в Фейсбуке, вот там, мы с Дашенькой или Дашули готовим там какие-то блюда. Было ее фотографии в Фейсбуке. Дашенька или Дашуля? Наверное, Дашуля. Докончательный вопрос. Не вопрос, а ответ. Это последний, поэтому я тебе там набрасываю чуть-чуть 5 секунд. Ну, пусть будет Дашуля. Саша, Дашуля, ты попал последним выстрелом, поэтому у тебя два... Два круга. Два круга, да. Мы будем твои результаты сравнивать теперь с другими гостями, когда они к нам будут приходить. Ну, ты первый, я тебе желаю, чтобы ты в настоящей гонке стрелял только на ноги. Саша, спасибо тебе большое за интервью.